Всем привет! Меня зовут Максим Деев, я преподаватель парикмахерского искусства. С общим стажем уже 13 лет. Слава Богу, мы сейчас живем в таком времени, когда это понятие было очень давно, и сейчас все парикмахеры вышли на новый уровень. В принципе, это устаревшее понятие, но сейчас вообще не катит. Я считаю, что на парикмахера можно учиться и два года, в принципе, хуже не будет. Но чем длительнее этот период, тем лучше для самого мастера. Да, бывают такие случаи, когда над человеком просто нужно больше поработать, чем над остальными ребятами. В процессе обучения отсеивается обычно 1, может быть, 2% от общей массы, но если эта масса, как минимум человек 15-20. Студентки у нас бывают красивые, но так, чтобы конкретно с мозгами и с психологией, очень редко. Самый ограниченный бюджет, это когда есть определенная сумма, и ты пытаешься в эту сумму втиснуться. Вот это самая большая проблема. А так все решается с мастером напрямую. Первый ученик учится делать стрижку на воздухе. Воздушную. Были фатальные случаи, обычно чаще всего зацепали себя. Очень редко, когда клиента, в основном режут части себя. Самая долгая стрижка была 2,5-3 часа. Это было. А что потом человек сделал? Убежал? Учился ходить заново. Сегодня больше хотят быть барбером, потому что эта профессия больше финансовая, также топовая, модная, ну и все, что с этим связано. Таких людей вообще практически нет. Бывают редкие случаи, когда человек понимает, что это ему просто не дано. Или же он не хочет, действительно отдастся работе. Больше всего мне нравится работать, стричь, потому что преподавание это очень сложный процесс. Самые глупые вопросы, а правда ли, что волосы растут не от корней? От чего они растут? С концов. Думают. В моем профессии бесит, в принципе, как бы люди, которые приходят и не знают, куда они приходят. Они думают, что обучение, это мастер махнул палочкой и все получилось. А нужно делать все самому. Мой самый запоминающий ученик, это девочка, которая у меня обучилась и пошла работать, а потом поняла, что она хочет стать водителем вертолета. И что она пошла? Она работает в Нью-Йорке в такси, вертолетчиком. В моей профессии мне нравится общение с людьми, большой круг людей. Самое главное то, что люди работают и общаются с друг другом. Вручите президенту Украины, Володимиру Александровичу Зеленському, посвечения президента Украины. Я все-таки думаю, что в прическе этого человека я бы изменил челку. Шо? Более надо ее сделать плавнее. Ну и по модным тенденциям переход, как бы прическа застаревшая. Ну фейт не фейт, но переход сразу видно, что как бы делал мастер с обычной парикмахерской. Видно, он и привез парикмахера с кривого рога. Ох, тебе потом люди напишут. Хорошо, спасибо тебе большое. Да, пожалуйста.